Всем привет! Недавно просматривала свой круг общения в поисках с кем бы скоротать вечерок. И как-то осознала, что 99% моих друзей и знакомых находятся в интернете. В целом ничего необычного. Думаю, много у кого общение с интернет-друзьями это привычное и нормальное дело. Да и у меня в принципе тоже. Только чаще у людей есть друзья в реальной жизни, ну или какие-нибудь знакомые, с которыми тусуетесь просто так, или контактируете по ходу деятельности в школе, в универе, на работе, например. А вот у меня оказалось, таких вообще нет. Но перед самим старитаймом, сегодня у нас на спидпейнте Гвен, чемпиона из Лиги Легенд. Я очень давно играю в эту игру и так уж вышло, что сегодня она будет тоже частью разговора. Единственный фандом, в котором я застаю постоянно, даже если не играю. Игроки Лиги, отпишитесь в комменты. Интересно просто, сколько подписчиков там тоже сидит. Ну ладно, погнали. В том месте мне написала бывшая одноклассница. Просто рассказать, что уехала из города, а мы с ней очень хорошо дружили в школе. И вот я поняла, после школы я перестала общаться с реальными людьми. Конечно, общение с кассиром в магазине считается. И я задумалась, а как так вообще вышло, и почему меня это, ну как бы даже не парит. До класса пятого я была весьма общительной. Ну то есть мне нравилось тусить за пределами дома и общаться с людьми. Потом начался типичный такой школьный буллинг. Из-за внешности сначала, потом из-за оценок. Потом, в общем-то, все вместе, видимо. Я дружила тогда с девочкой, которую тоже булили, потому что она заикалась. Хотя при мне она, кстати, не заикалась вообще. Видимо, довели ее тогда все-таки те пацаны. Ну, типично, в общем-то, загнанные тусуются вместе. Ну, вот и мы тусили. Я все еще любила общаться. И вроде как не ненавидела людей. Типа, у меня вот есть друг, все, о, класс. Только тут вот вмешались мои родители. Меньше общаться нужно, больше учиться. Вот так меня и закрыли дом. Меня перестали выпускать после шести, а заставляли сидеть дома, делать уроки, читать книжки, помогать, блин, по дому. Блин, мои уроки заканчивались в три. Еду домой похавать, переодеться и все, считай, полчаса на погулять. Естественно, родителям было насрать. Им главное было учеба, хорошие отметки. А потом можешь идти гулять. А когда я заканчивала уже уроки и помощь маме, уже на улице было темно. Ну, естественно, меня не выпускали. Там ведь маньяки ходят. В чем мне одной гулять? Выходной гулять? Какой гулять? У нас весь дача. Едем всей семьей делать грядки. Боже мой, дача вообще отдельная тема. Я ее искренне до сих пор ненавижу. Лето у меня никогда не было свободным. 1 июня меня всегда забирали в деревню, в которой не было ни интернета, ни детей. И меня закрывали там. У меня там не было бабушек или дедушек. Я проводила весь день одна, пока мои родители были на работе. Я должна была сделать всю работу за день и все. Единственным моим развлечением был телевизор и тетрадик, книжки. Я тогда очень много думала, рисовала, писала в фанфике. Наверное, я тогда и придумала своего первого оса, которого я наверняка уже даже и не помню. Просто потому что даже думать было не о чем. Через пару лет такого сиденья там я тупо привыкла. Первый год, конечно, было очень тоскливо, но последующий я всегда уже знала, чем себя занять. Несмотря на то, что сидела там просто одна. Мне уже даже не нужно было с кем-то общаться. Ну, а еще я перестала любить солнце. Вот так вот, из-за того, что родители меня никуда не выпускали, и я не могла нормально общаться со своей подругой, я начала зависать в интернете. Онлайн-гивники, блоги и все вот это вот подобное прошло через меня. Я до сих пор иногда захожу в свой старый гивник на Бионе. Это просто такая ностальгия. Было веселое время на самом деле. После этих дневников в ход пошли игры. Меня на них посадил мой бывший. Началось все с ММО, Варкрафта, если быть точнее, Бонэ, Стер и вот этих всех подобных. Это были какие-то самые первые мои игры. Там ведь можно было ролевить и заводить друзей, представлять какие-то ситуации, собирать шмотки. Ну, в общем, как кукла Барби, только в игре. Тогда я так думала. Ох, боже, сколько я времени убила тогда на Варкрафт. Просто не передать. Я до сих пор общаюсь с одним челом, с которым мы тусили вместе в 2014 в Штормграде. А тогда я понимаю, ребят, дружба. Затем пошли мобы. Тота, Прайм Ворлд, потом я открыла лигу для себя. И вот я случайно задрот лиги. Игры вообще-то еще игла для одиноких. С них очень тяжело слить. Ну и, конечно, родители посчитали, что я стала зависима от интернета. И вот я уже обозвана игроманкой. Хотя что мне, блин, еще делать? Они же сами меня не отпускали. Ну, я им так, честно говоря, и сказала. И знаете что? Меня стали отпускать. Гулять во дворе. Видимо, думали, что я сяду к детям в песочник. Ха. А если серьезно, то теперь меня выгоняли на улицу. Чаще без денег. А там уже пришел тот возраст, когда все мои одноклассники начинали тусить в торговых центрах и прочих местах, куда без денег тупо нет смысла идти. Да и я уже привыкла сидеть одна дома у компа. Я даже не знала, как правильно заговорить с человеком нормально. Эмоции надо собой показывать. В смысле, стикеры для чего? Предки особо не замечали, что я стала больше сидеть в комнате. Но когда я закончила школу и поступила в универ, там я вообще ни с кем не смогла подружиться. А общение с моей подругой школьной сошло на нет, как раз потому, что мы поступили в разные места. И у нас не было времени на общение. Меня, конечно, в универе не булили, меня не трогали, но я там даже не завела никаких знакомых. И вот тут родители заметили, что из комнаты я выхожу только на пары и в туалет. А еще шторы вообще не отдергивают. Вот такой вот я вампир. И вот сейчас, ребята, я уже как пару лет выхожу из дома только в магазин и на работу. Ничего не поменялось. Родители уверены, что это не школа такая плохая с детьми, которые меня били там. И не они, конечно же, которые меня закрывали на даче, приучая якобы к труду. И типа вот я такая ленивая, выросла, сижу в своей комнате. А нет, ребят, это интернет такой, конечно же, игры. Вот кто меня на самом деле испортил. Забавно вышло. У меня, кстати, есть парочка знакомых игноров в интернете. Но, как показала практика, они почему-то более общительные, чем я. Мне как-то проще высказывать все в одну сторону. Например, в паблик или ютуб. И особо не ждать, что кто-то там вот ответит. Но даже в интернете у меня не так много друзей. Если один мой друг занят, у меня нет второго друга, которому я могу подписать. Вот получается так. А все мои знакомые в интернете, естественно, как я уже сказала, более общительные. Им есть кому написать. Так что я самый последний человек, которому они вообще пишут. А иногда я и в этот список-то не попадаю. Настолько все у меня хреново. Вообще, Перпинц меня вечно угорает. Она как раз тот самый нормальный человек в моем списке, которому есть с кем общаться. У нее нет таких проблем. Не знаю, уж точно правда это или я додумала. Но мне иногда кажется, что она просто не верит, что вы такие, как я, люди просто существуют. Типа невозможно жить в одной комнате и чувствовать себя хорошо. Возможно. За ее пределами уже вот как-то не очень мне комфортно. Это да. Надеюсь найти работу удаленной и ходить только в магаз раз в неделю. Спасибо, ребят, за просмотр. Делитесь своими мыслями. Рассказывайте, почему сидите в комнате или что делать, чтобы меньше там сидеть. Возможно, вы знаете какие-то советы. Не то, чтобы я уже хотела как-то исправиться. Меня в целом устраивает такая ситуация. К тому же я художница. Для меня сидеть перед компьютером в комнате это самое то. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Отлично обо мне. И спасибо вам за то, что вы все еще здесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok